Вот я понимаю, что я болею, да, вот травма у меня и боли, и я такой себе говорю, всё, я себе, я буду, надо проходить через боль, не обезболивать, не убегать, проходить через боль и что-то делать, да, то есть, когда мне больно, я вот всегда для практики ищу менее болезненное состояние, ну, чтобы помедитировать или там вот понастраиваться на этот поток. Это нормально, это, вот смотри, то есть тут у тебя тоже, как бы, вот я вижу такое биение, можно сказать, да, что я, вот там, это как обратная сторона у тебя, да, отрицание там лекарств, например, буду так справляться, лекарства нам даны тоже, то есть нам всё дано от Бога, да, то есть лекарства, а ты, нет, вот раз боль дана, значит боль буду, а лекарства нам тоже дано. А ты, как бы, его ушёл в отрицание, что оно тебе тоже дано в помощь. Обезболивающее даже, да, не лекарство обезболивающее. Ну, обезболивающее, неважно, лекарство любое я на нём веду. Да. Там, не знаю, будь то трава какая-нибудь, которую мы пьём, будь то какое-нибудь сильное там лекарство, сильное действующее, это всё нам дано тоже Богом. Не зря же это было изобретено, то есть это тоже есть способ, это тоже есть, как бы, фрагмент единого процесса. Тут просто важно что делать, важно чувствовать просто, что тебе, вот то, что в прошлый раз я тебе говорила, что тебе нужно, вот этот целитель внутри тебя, да, что тебе нужно в тот или иной момент. Иногда тебе, может быть, надо пройти через боль, иногда тебе надо пить лекарство, иногда тебе ещё там что-то надо. То есть это ты определяешь в тот момент, когда это происходит. И тут важно как раз вот эти все отрицания снять. Там ты можешь в одно отрицание уйти, а можешь в противоположное уйти, например, да, это не важно. Важно, вот смотри, каждый человек, он творится каждое мгновение, да, то есть мы каждое мгновение разные, поэтому у нас есть куча лекарств разных, да, но вот как назначают врачи, например, всем одно и то же. Вот это так не работает на самом деле, да, то есть есть общая какая-то симптоматика, да, это может помочь, но часто это тоже повторяю, что одному благо и исцеление, то другому смерть. Одно и то же принесёт при одной и той же болезни, например, да, поэтому тут надо чувствовать, что именно тебе надо. То есть вот тебе там, и то же самое ещё внутри каждого человека в каждый момент может быть разное, да, не то, что там у всех там тебе одно, а другому другое, а тебе самому даже сегодня одно, а завтра другое может понадобиться. И вот это ты должен научиться чувствовать, то есть тебе вот сейчас, например, там надо через боль пройти, а завтра тебе надо от этой же боли лекарство, например, выпить. И вот это, и у тебя ни в том, ни в другом случае не должно быть никаких сопротивлений, то есть ты должен принимать это как абсолютное, ну, то, что дано тебе всё миром, да. Вот, соответственно, когда у тебя нет сопротивления, то процесс исцеления идёт быстрее. То есть даже там лекарство ты выпил, или даже ты подышал там, например, в какой-то момент просто там, или ещё что-то, или там расслабился, например, больше там, ну, то есть слышать вот этот вот голос твоего внутреннего я, высшего я твоего, и оно тебе подскажет, куда тебе идти, что делать, как тебе проживать именно вот этот момент, вот именно вот в эту секунду лучше всего. Потому что даже для тебя это будет разное, да, в каждом моменте может быть абсолютно разное проживание. Вот, поэтому если человек не научится чувствовать, ну, что ему надо, да, напрямую, то есть от источника, то, ну, это получается вот как слепой котёнок тыкаться, ну, мы все так живём, да, мы тыкаемся, как слепые котята, тут попробовали, помогло, там попробовали, не помогло, вот так вот тыкаемся, тыкаемся, иногда попадаем, да, как говорится. Вот, поэтому вот есть у тебя высшее я, да, это самый прямой путь. То есть что такое высшее я? Это тоже ты, только это твоя часть, которая за пределами ума, то, чему ум не мешает, это прямой источник знания, да, то есть это наша божественная составляющая, она всезнающая, то есть ты всезнающий, вот прими это, да, что в тебе есть все ответы, в тебе есть ответ, когда, в какой момент тебе что сделать надо, как прожить эту болезнь, да, то есть она уже пришла, всё, сопротивление бесполезно, да, она уже существует, уже есть, да, но есть и исцеление, потому что, ну, все мы знаем, что эта болезнь исцелима, много случаев есть, да, когда она исцеляется. Она исцеляется тогда, когда человек осознаёт что-то, да, то есть эта болезнь тяжёлая, и она даётся, а тяжёлая даётся нам в случае того, если мы до этого очень долго не понимали чего-то, да, но это может быть даже не в одной жизни, например. Ты, может, там, миллион жизней до этого не понимал, и вот тебе, как бы, результат, например, в этой жизни, да. Вот, соответственно, это есть и шанс. Раз это дано, значит, есть шанс, как бы, закрыть эту дверь, и уже, ну, как бы, трансформироваться, выйти во что-то новое. Там, где есть я, там и противоядие, да, вот так сказать. Да, да, вот, знаешь, сейчас пришла в голову история пахтания океана, и она очень актуальна, вот, то, что мы сейчас проживаем, это есть, как бы, тоже имеет отражение этой истории. На самом деле то, что очень мудрые веды, очень мудрые, да, но надо осознавать, как это написано. То есть, вот, есть там история такая, да, про пахтание океана, например. И то, что там показано, это не то, что когда-то там давно было. Это то, что происходит всё время. То есть, ну, представь, да, вот это всё, что написано, оно всё творится всё время, в настоящем, везде. То есть, это есть само проживание. И там Шива... Знаешь ты эту историю про пахтание океана? Нет. А, нет? Ну, посмотри. Там в разных фильмах есть Бог богов Махадеев, по-моему, там было, а Махакалия, конец-то, начало, там в этом сериале точно это есть. Ну, или просто там набери, почитай. Значит, суть в чём? Боги и демоны там объединились для того, чтобы раздобыть нектар Амрита, нектар бессмертия. И они собрались вместе, объединились в этом, и там каждый раз, то есть, там целая история, там гора, там на нём, в общем, змеем там обкрутили, в общем, и туда-сюда океан этот оболтали. И, значит, он выдавал дары разные. И по очереди каждый себе забирал дар. Там один дар демонам, например, один богам. Вот. И вот так вот по очереди они получали эти дары, и на каком-то этапе там вот этих даров, один из даров был яд, который выпустил этот океан. И этот яд, вот как раз перед тем, как у нас, кстати, корона началась, у меня было вот это вот видение по поводу этого яда. Что он будет. Вот. Но и также у меня было видение по поводу этого нектара Амрита. Но это было видение там ближе к 75-му году, но оно уже сейчас проникает, вот это вот Амрита, касается каких-то там слоёв только нашей атмосферы земной. 75-й я видела там ещё несколько лет назад, это я смотрела, когда это уже прорастёт через наши там растения и так далее. Но уже, на самом деле, я думаю, процесс ускорится. Но суть в чём? Суть в том, что был яд и было вот это противоядие Амрита, да, нектар бессмертия. И яд в итоге поглотил Шива в своё горло, он запечатал там синяя точка у него, поэтому... Вот. Он как бы принял этот яд в себя, чтобы человечество спасти. Но суть в чём истории, да, что когда есть яд, всегда есть противоядие. То есть есть вот этот нектар, да, на каждый яд есть нектар. И внутри, на самом деле, внутри каждого человека есть этот нектар Амрита. То есть вот это состояние бессмертия. То есть что такое бессмертие? Ну, наше тело смертное, наша душа бессмертна, да. И когда мы касаемся вот этой бессмертной своей части, это есть соединение с нектаром как раз, с бессмертием, да. И этот нектар, он истекает из тебя. То есть он... Это как живительный сок такой. Сок жизненной силы. Вот у меня было какое-то касание. Ну, я думаю, что это очень далёкие отголоски нектара, потому что, наверное, сам он вообще там запредельный, да. Но это абсолютно уникальный вкус, состояние, я не знаю, это такой вкус, который растекается по твоему телу. Он, ну, как божественный нектар, вот иначе не сказать, да. Божественный нектар, там аромат божественный, состояние божественное. То есть всё божественное. А оно растекается по твоему телу. То есть мы можем коснуться вот этого нектара. А как мы его коснёмся? Его может коснуться только наша бессмертная часть. Соответственно, что мы должны сделать? Мы должны обратиться к своей бессмертной части, да, к своей бесконечной душе, к своему духу. Вот. И там же есть исцеление, соответственно. То есть как исцелиться, коснуться своей божественной части. И божественная часть в тебе, она проявится и сделает то, что нужно сделать, да. Если тебе там сколько-то надо страдать, там, для очищения, тогда, ну, то есть должно быть абсолютное принятие. Но должно быть и это касание. То есть ты касаешься этого внутри себя, и оно благом рассекается по тебе и исцеляет. То есть любовь эта, она всё исцеляет. Это бесконечная любовь божественная. То есть для неё нет никаких преград, нет никаких смертельных заболеваний для неё. Это именно тот свет, о котором мы говорили, да? Свет Творца. Да. То, что спускается. Оно не спускается, оно существует везде. Не то, что оно спускается. Это я сказала как бы образно, да, потому что наша коронная чакра, она реагирует, она как бы впускает этот свет. Ну, это можно представить просто как некий... В каждом атмосе, в каждом атмосе. Да, это можно просто представить как некий луч, который входит в твою макушку и в сердце, да, через макушку входит. На самом деле это везде, это есть во всём, вот в каждой частичке нашего существования мира. Везде присутствует божественный свет. Просто мы можем его осознавать, а можем не осознавать. Это тоже есть наш выбор. Вот, и если мы всей душой без остатка просто стремимся опознать божественное в себе, то это обязательно произойдёт. То есть неважно, там, ты первый день в жизни медитируешь, или ты миллион лет на это потратил. Это может произойти в любую секунду просто. То есть по вере вашей дано будет вам не просто так сказано. Поэтому, то есть это должно быть... Это происходит тогда, когда человек готов на 100%. Не на 99,9,9,9 там, да, а вот когда на 100, тогда это происходит. Потому что это самое простое, что может быть, потому что это и есть мы. То есть вот когда у меня первое касание произошло, у меня был шок от того, что я не знаю в жизни ничего проще, чем это. Ну, не существует ничего проще, чем это, потому что это есть мы. это самое самое-самое-самое-самое простое, что существует, это быть этим тем, что мы есть как раз но ум, он все время усложняет он думает, что это сложно это недостижимо вообще и как только мы думаем, что это недостижимо это таким и становится для нас а на самом деле это самое простое вот, поэтому намерение соединиться с вот этим божественным нектаром, амритой, да но смотри, если там есть эгоистичное желание оно никогда не случится я хочу, вот дайте мне я хочу исцелиться, не будет этого должно быть принятие божественной воли я готов пройти все, что мне Бог дал то есть насколько ты будешь чист в своем намерении насколько там не будет существовать эго настолько ярче это откроется то есть чтобы было хорошо надо, во-первых, принять что это существует и помолиться Богу открыть себе источник тебя самого чтобы он творил то, что надо чтобы он проистекал через тебя то есть можно сказать, сдаться надо Богу а когда ты сдаешься Богу то есть чтобы Бог жил как бы через тебя когда Бог через тебя живет это вот божественная часть через тебя живет то она знает то она знает куда идти как идти там, какие клетки исцелять там все известно да вот отдать себе Богу да да, то есть сдаться Богу сдаться то есть пусть Бог через тебя там ногами ходит руками делает головой думает то есть божественная ты и так есть Бог да ты и так есть вот эта божественная часть когда ты сдаешься то есть не ум у тебя впереди стоит да а Бог то есть двойственность нашей природы в чем в том, что есть божественная часть и есть ум который эту божественную часть пытается скрыть но это всегда вторично То есть ум это просто наш помощник, на самом деле. Но он не должен стоять на месте Бога. Он должен помогать Богу. Ну, временно, да, захватил власть, скажем так. Ну, мы здесь, да, в неком забвении находимся, и нам всё время надо пробуждать вот это состояние, что в своей истинной природе. То есть выходить за границы ума. То есть, когда ты позволяешь Богу жить через тебя, то Бог лучше знает, что с тобой делать, как тебя лечить. То есть ты лучше начинаешь слышать и чувствовать, что тебе в тот или иной момент надо сделать. Когда тебе таблетку выпить, а когда не надо, например. Когда ещё что-то сделать. То есть доверие должно быть вот этой божественной части. Ты внутри знаешь ответ. Никто тебе лучше не скажет, что ты... Ну, я не знаю, ты можешь каждый день приходить ко мне, я тебе буду говорить, да, но это не вариант. То есть ты должен сам это сделать. Да, это как бы, ну, тоже неправильно. Это тоже будет творить ко мне. Я хочу понимать, я приближаюсь к этому или нет? Окей, не 100%, но хотя бы там 50% или 70% я вот... Нет такого, это тоже... Я пропускаю это? Нет, это тоже твой ум. Это тоже ум, да? Да, потому что ты можешь в одну секунду приближаться, а в другую секунду точно так же отдаляться. Понимаешь? Поэтому, если ты будешь думать, на сколько процентов я приблизился, это твой ум работает. Потому что это творится вот в моменте всё время. Ты вот в моменте можешь быть с Богом в этом. Прямо сейчас вот. Не завтра, никогда там. Не через пять минут. А вот сейчас. Я сразу, я поднимаю, когда я туда попадаю, я сразу понимаю. Да, это даже вот то, куда ты попадаешь, это тоже так нельзя назвать. Ты есть это, да? Там нет пути самого. То есть, когда есть путь, это тоже уже ум. То есть, из точки А в точку Б нет такого тоже. Ты есть это, потому что, да? Тебе некуда идти из этого, потому что ты сам это. Вот. А всё остальное, что есть пусть, это уже как бы следствие вторичное. Вот. Поэтому нету такого в процентах понимания, насколько ты приблизился. Вот. То есть, больше доверия самому себе. Просто я на консультации. Вот. Ты чувствуешь... Я думала, что ты там коснулся на 50%. Меня вот это сделало, значит. Это я тебе говорила в моменте. Вот в том моменте, в котором мы были, насколько ты как бы правильно делаешь практику. Насколько ты открылся, грубо говоря, да? Вот. В тот момент, я тебе сказала. То есть, в этот момент может быть уже совсем другое, да? Там, в следующий момент ещё другое. Вот. То есть, ты и так это есть на 100%, да? Но ты своим вниманием, ума ушёл от этого, либо пришёл в себя, да? Вот выйти из себя или прийти в себя, так сказать. Вот в чём разница. То есть, ты есть то, что ты есть. Всё. Всё остальное не есть ты. Что не есть ты. Вот. И... И в этом надо быть всегда. То есть, вспоминай просто чаще. Вспоминай, не знаю, каждое мгновение об этом. О том, что ты есть то, что ты есть. И ничем другим ты не являешься. Всё. Угу. И из этого состояния ты просто слушаешь, вот, что мне надо сейчас. Что для меня благо сейчас. И, там, вот, например, там, благо... Просто элементарный вопрос. Чем проще, тем лучше. Там, где простота, там Бог есть. Там, где ум, он любит усложнять. Сложные ходы, там, какие-нибудь завитьеватые, знаешь, там, чтобы пройти. Вот, чтобы тебе исцелиться, там, тебе надо 100 километров пройти. Там, там, ещё что-то такое. Сегодня у нас ведическая тема, видимо. Сейчас мне ещё одна история пришла про Ганешу. Когда, там... Ой, сейчас, может быть, навру в сути, там, событий, да. Но смысл был такой, что, по-моему, Кортикея и Ганеша им дали какое-то там задание. И, в общем... Ну, целью которого было, там, что-то достичь. И Кортикея в итоге поехал, там, всю планету объезжать. А Ганеша подумал и обошёл просто вокруг своих родителей. Вокруг Шизы и Шакти. И получилось, что он обошёл весь мир, потому что они являются этим миром. А Кортикея реально пошёл обходить весь мир. И получается, что Ганеша достиг этого в один момент. Да, то есть вот прямо здесь. То есть вот так это, можно сказать, пример того, что тоже ум, он любит там какие-то создавать долгие ходы. А Бог в простоте сразу. То есть первое. Почему считается, что первое, что ты слышишь в ответ на голос души, это первое истинное. Второе – это уже всё от ума. Поэтому задаёшь себе вопрос, надо мне там таблетку сейчас выпить или не надо. И первое, что у тебя это, ты ещё в голове этот вопрос не успел договорить, у тебя уже есть ответ на этот вопрос. И вот этому надо чувству доверять. Если уже возникают сомнения, это уже всё. Это уже ты как бы мимо пошёл. То есть то ощущение, которое у тебя возникает ещё, когда ты даже не успел вопрос в своей голове подумать, ты ещё только его собираешься подумать, ты уже знаешь ответ. Потому что душа молниеносно отвечает. То есть ты уже знаешь вот для тебя в этот момент, это хорошо или то. И это всегда чувствование. Либо ты получаешь ответ, и ты всегда в этот момент, у тебя сердце наполняется любовью. Вот я сейчас говорю об этом, у меня сердце начинает наполняться любовью. Значит, я правильно говорю. То есть это есть как бы правда, правда она наполняет. Вот, и, соответственно, ты задаёшь себе вопрос, мне это сделать или это? И чувствуешь ответ. Там, где сердце наполняется любовью, хорошо становится, благодать какая-то, да, то и верно. Соответственно, если тишина или плохо, это значит как бы не надо этого делать. Вот, и этот ответ, он сразу, вот, он молниеносный. Вот, когда уже там время прошло, это уже значит как бы ум включился, и там что-то уже тебе может предлагать, а там уже не важно что. Вот, поэтому мы можем всегда себе такие вопросы задавать в каждое мгновение, когда нам что-то надо сделать, мы можем себя спрашивать, то сделать или это. И тут важно ещё не идти на сделку совести, так сказать. Не врать самому себе. То есть должна быть предельная честность с собой. Вот, я честно соглашаюсь с этим, да, или я там где-то лукавлю себе там на компромисс какой-то иду с собой. Ну, может быть, там я не услышал, там, или сомнения какие-нибудь, или ещё там придумал, надумал и так далее. Это уже всё работа ума. Подкидывать тебе там сомнения какие-нибудь, что правильно сделал или неправильно. То есть доверие себе, стопроцентная вера, что ты знаешь этот ответ. Ну, не ум знает, а ты знаешь настоящий. Вот, соответственно, саботаж твой, с которого ты начал, это хорошо. Что ты начал? Ну, ты начал с того, что саботаж у тебя, да? Саботаж – это хорошо. Это значит, твой ум начал сопротивляться. А если ум начал сопротивляться, значит, он знает уже, что ему конец. Поэтому он начинает сопротивляться. Ну, вот оно что, да, 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 да. Он почувствовал, что хана ему пришла, да? Что ты там собираешься выйти уже за пределы его контроля. А он не хочет терять контроль. Ему же невыгодно это. И ты начинаешь отмазы всякие придумывать там. Ой, я не могу, не хочу, не буду. Может быть, я там завтра вообще или никогда. Еще лучше. Вот, начинается вот эта ломка, да? Ну, это значит, как бы, надо сделать еще усилие над ним. На обратном пути. Да. Ой, вот это ключик. То есть, это значит, ты должен еще больше шаг сделать. Сказать, не, нифига, не катит. Я пойду до конца в этом. В познании самого себя, и ум будет на своем месте, а я буду на своем месте. Да. То есть, не прогнуться. То есть, вот поэтому я говорю, предельная честность с самим собой. То есть, нельзя прогнуться. Если уже ты встал на эту дорожку, то все. Ты по ней идешь, и непоколебимо это. То есть, божественная воля, и она непоколебима. Ну, сила духа, она тоже непоколебима. Вот в тебе есть сила духа. Можно ее приглушить, но она, ну как, не, как это называется, не сломить, в общем, силу духа. Да. Человеческую. Потому что она такая, фундаментальная. Вот. Соответственно, саботаж пришел, тоже поблагодарить его надо. Спасибо, что пришел. Теперь я знаю, что я на верном пути. Двигаюсь туда, куда мне нужно. И как бы ты меня не саботировал, я все равно дойду до истока. Ага. А исток и есть я. Поэтому даже идти никуда не надо. Исток и есть я, тот самый лекарь, да? Да. То есть не надо искать лекаря, ты есть этот лекарь. И он... Нету такого, что он недостижим. Потому что ты есть этот лекарь. Нет самого пути достижения. Он отсутствует. Понимаешь? Ты здесь сейчас себя лечишь уже. Вот мы с тобой разговариваем, ты себя лечишь. Этим. Тоже. Как бы убери вот этот вот путь. Это уже происходит. Больше как бы доверия. Вот сейчас в моменте это уже происходит. Ты уже исцеляешься сейчас. То есть доверишься себе. Как? Просто наблюдая, как это происходит. То есть этот путь исцеления, он творится уже тобой. А ты просто наблюдаешь за тем, как он творится. Не вмешиваясь, а наоборот, помогая, больше сдаваясь этому исцелению. То есть ты можешь вмешиваться действиями, да? А можешь быть как наблюдатель из того, что ты есть сам на самом деле. Ты наблюдаешь, как творится это исцеление. Вот оно сейчас творится вот так, а завтра оно творится вот так. Ага. Вот. Вот такая вот история. Ну, я вижу, что сегодня лучше дошло, да? И лучше, и я как-то ближе стал к этому. Ну, вот прошлый раз тоже был не зря. Всё-таки он. И вот эта любовь, любовь творца, она сейчас больше резонирует внутри, как будто... Ну, да, да. Да. Это очень просто. Самое главное. Вот увидеть это, да, что это просто. Любовь, она просто происходит через тебя. А ты просто позволяешь ей быть. Ты не ставь просто ей никаких преград в виде условий там каких-то. Здесь иди, там не иди. Нет такого. Для любви нет преград. Чем больше поэтому ты позволяешь этой любви быть, то есть даёшь себе, тем больше она, соответственно, истекает из тебя, проистекает, да? Она из тебя льётся. Ты сейчас говоришь из любви, да, вот это. Да, можно сказать, что это как бы не я говорю. Ну, то есть это всё, всё, что есть, оно говорит, да, через... Я позволяю себе... Я не придумываю эти слова, да, которые я сейчас произнесу. У меня нет плана написанного, что сказать. Эти слова, они сами говорятся. Понимаешь? Да, 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 да. Так же и любовь, она сама идёт через тебя. То есть она, вот, жизнь, она живётся через это тело. Вот, это и есть я, да? Я живу через это тело. Настоящее я живу через это тело. Я творюсь через это тело. Любовь творится, соответственно, через это тело. Тело говорит, тело видит там, тело чувствует. Вот. И, соответственно, чем больше мы в этом состоянии, тем лучше. Понятное дело, что наше тело, за ним тоже нужен уход. Я вот тоже сегодня с утра проснулась и думала про тело. Это уникальное, конечно, такое, такое, не знаю даже, как это назвать. Тело это уникальное мечта, такое, да, что нам дано. Это очень интересный, сложный механизм на самом деле. Оно способно очень к многому. И у меня там есть плейлист на канале про тело называется. Я там кое-что рассказывала.